Результаты работы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции за минувшую неделю с 9 по 13 ноября. Состоялось совместное совещание агентства с Министерством образования и науки, посвященное вопросам противодействия коррупции и снижения коррупционных рисков в системе образования. Председатель агентства Олег Шпекпаев отметил, что благодаря открытости и прозрачности в сфере образования произошли позитивные изменения. На совещании особо остановился на результатах совместных проектов. В частности, во всех регионах страны в совместном мониторинге, проводимом Агентством и Мациональным центром тестирования при поступлении в магистратуру, приняли участие более 500 наблюдателей, в результате чего государство сэкономило 2,7 млрд тенге за счет фильтра кандидатов с низким уровнем подготовки. Кроме того, в результате оптимизации бизнес-процессов на основе внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра международных программ «Болошад» ежегодно будет сэкономлено 1,3 млрд тенге бюджетных средств. Участники совещания предложили Министерству активизировать работу по цифровизации и внедрению учебных дисциплин по формированию антикоррупционной культуры у школьников и студентов. В соответствии с принципом слышащего государства, председатель агентства в режиме онлайн принял жителей города Алматы, а также Алматинской и Коснайской областей и дал соответствующие поручения по их жалобам. Первый заместитель председателя агентства Олжас Пектенов принял участие в проекте «Антикорлайф» и в интервью в прямом эфире на тему о мерах по предупреждению коррупции и формировании идеологии добропорядочности ответил на вопросы пользователей соцсетей. Также в рамках данного проекта состоялись онлайн-интервью в прямом эфире с участием руководителя проектного офиса Адалжол Ислабека Майшекина, директора по управлению персоналом АО «Хазахстан Кемржола» Тамилы Микулич, руководителя службы «Комплайнс» АО «Самрук Энерго» Даурена Абшалова. Всего во всех территориальных департаментах проведен 181 прямой эфир с участием 170 внешних экспертов-спикеров и представителей различных отраслей. Также в рамках проекта «Антикорньюз» состоялся онлайн-брифинг о начале проекта «Халф-Оно» с участием советника-председателя агентства Даниара Сабербаева и руководителя проекта Адал Кумек адвоката Айман Умаровой. Агентство активно проводит информационно-просветительскую работу в регионах с целью пропаганды идеологии добропорядочности и формирования антикоррупционной культуры. В связи с этим директор департамента добропорядочности агентства Анижан Асанало и руководитель информационно-просветительского штаба при агентстве Розатор Сунзада встретились с активом города Алматы, акимами районов и трудовыми коллективами местных государственных органов, ознакомились с работой сервисных акиматов, касс без продавца и турникетов честности в метро. Также представители агентства приняли участие в совещании с акимами районов, городов и жителями под представительством акима Алматинской области Амандыка Баталова, а также организовали прием граждан города Капшагай, где приняли участие в церемонии открытия сервисного акимата города Капшагай. В рамках визита в Жамбылскую область рабочая группа встретилась с активом области, с трудовыми коллективами местных государственных органов, ознакомилась с работой территориальных подразделений, СК-формации и аптечных складов. По инициативе агентства для обеспечения открытости и доступности государственных учреждений, а также быстрого и качественного обслуживания граждан, во всех регионах страны открываются сервисные акиматы. На этой неделе в Кигинском и Кербулакском районах Алматинской области, в городе Арыс-Туркестанской области открылись сервисные акиматы, в которых оказывается более 70 видов государственных услуг. Также работа сервисного типа внедряется в центральных государственных органах. В частности, в Департаменте по делам обороны города Шимкент открыт проектный офис в формате Open Space. В нем квалифицированные специалисты будут консультировать граждан по призыву, постановке на учет, кадровой работе и финансовой деятельности. В соответствии с поручением председателя агентства об активизации работы сервисных акиматов в регионах, руководитель территориального департамента Каргандинской области Денис Шакенов посетил город Джейсказган и ознакомился с работой сервисных акиматов, реализуемых в рамках проекта Сарарта Адалдавалана. Там же первый заместитель акима области Асабек Дюсибаев с участием акимов ряда городов и районов провел онлайн-совещание по вопросам профилактики коррупционных преступлений, в ходе которого дал соответствующее поручение по имеющимся пробелам. В рамках проекта агентства Адалкомек, предоставляющего бесплатную правовую помощь, в территориальных антикорцентрах проведено 360 прямых эфиров с охватом более 181 тысячи человек. Организовано 6 встреч, опубликовано 19 разъяснительных видеороликов. Руководитель проекта адвокат Айман Умарова приняла участие в судебном процессе, обратившейся за помощью многодетной матери. На основании статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, предложение антикоррупционной службы по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и других правонарушений в отношении Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг и Департамента сельского хозяйства, были обсуждены в Департаментах города Шимкент, а также в Алматинской и Паладарской областей. Агентство ведет интенсивную работу в рамках проекта PBI, посвященного защите бизнеса и инвестиций. На этой неделе в территориальных департаментах Агентства по Актюбинской и Восточно-Казахстанской областям были подписаны соглашения об антикоррупционном сопровождении инвестиционных проектов. Департаментами Агентства по Паладарской, Карагандинской и Магисталской областям совместно с проектными офисами Национальный центр качества дорожных активов и Сапалжол Адал-Дахалана проведен мониторинг качества улиц, городов, районов и важных дорожных развязок. В Алматинской и Магисталской областях с участием сотрудников департаментов, соответствующих организаций и подрядчиков состоялось совещание, посвященное качеству дорог в регионе и ряду проблемных вопросов. В Северном Казахстане введены в эксплуатацию два участка дорог, отремонтированных с участием общественности. Уважаемые зрители, вы ознакомились с недельными итогами работы Агентства и его территориальных департаментов с 9 по 13 ноября. Специальный выпуск новостей будет опубликован на официальном сайте и на аккаунтах Агентства в социальных сетях, указанных на экране. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин